всем привет сегодня хочу вам показать несколько книжек которая нашла в библиотеке у нас я живу в канаде в городе вон это недалеко от торонто и вот такие вот книжки есть библиотеке у нас давайте посмотрим вот первую из них из этой книжечки мне понравилось вот такой вот чайничек очень миленький вот так он смотрится много-много розочек фотографии очень симпатичные но к сожалению описание недостаточно подробное для новичков не подойдет но как вдохновиться идеи очень-очень мне кажется миленько дальше очень хорошенький хорошенькая идея в этой книжке это матрешки называются они russian dolls бабушка бабушка с по всем мире они называются бабушки у нас матрешки вот такие вот три матрешки как идея очень симпатичная интересная конечно можно их сделать и посимпатичней особенно личики но как идея очень миленькая мне кажется хорошенький они получаются и тут есть описание трех размеров большой средний и маленькой вот но кроме описания то есть тут фотографии нету не сборки и деталей как процесс процесс вязания то есть вот только конечного результата и конечно вот книжки тем отличаются от описание которые можно купить или найти в интернете тем что тут чисто сухое описание особенно если эти книжки которым уже 6 7 8 лет новые книжки стараются делать чуть более подробно но все-таки не такие детальные не такие подробные как можно купить pdf файл все остальные в принципе работы в этой книжке мне не особо понравились мишки какие-то не сильно симпатичные да действительно фотографии классные очень хорошо сделаны фотки но сами работаем принципе ничего как по особенного я не нашла полистаю вам так быстро еще вот это вот это одеялочка тоже симпатично мне показалось все остальное ничего особенного как бы мне не проглянулась какие-то такие невзрачные фотографии очень красивый но само изделие ничего особенного как мне кажется не заслуга не заслуга не заслуживает особого внимания такие простенькие чехлы для кружек это тоже самый простой вариант чехла для чайничка столбиками без накида шапочка для ляльки розочки миленькие но тоже все простенькие но тоже все простенько ничего особенного подушечка такая как бы чайничек да и бабушки матрешки все остальное такой не вдохновила меня тортик вот такая вот книжка автор ее некий тренд что мечтаю вот такая вот у нее обложка следующая книжка вот такая вот тут уже больше таких проектов одеялки подушечки полистаем тоже очень красивые красочные фотографии бесспорно митинги такие уже вроде простенько одеялка очень-очень выглядит шикарно хотя и простенькая как бы ничего сложного в ней нету мне понравилось вот это такая я не знаю это в виде шарфика наверное но выглядит очень интересно особенно на фотографиях всем поближе покажу в общем тоже мне понравилось вот это одеялком выглядит очень интересно все остальное ну и вот это больше ничего тут особенного такого не нашла кроме как вдохновительных фотографий которые действительно хорошо отфотканы это конечно симпатично подобраны цвета очень мило но я такое бы не вязала или если бы вязала то не знаю наверное время много у меня взяло тоже очень симпатичная фотография прям как какой-то не знаю планет из космоса выглядит вдохновляет очень но не мой стиль венок из цветочков из разноцветных симпатичного мне кажется время которое это берет не знаю повесить на дверь как-то шарики наверно на елку какой-то летний вариант а если зимой вешать такие шарики как то она не сильно зимний вариант тряпочки хваталки ну как фотографии очень симпатично в жизни это использовать мне как-то кажется так себе для фотографий очень миленько такие все вещи я когда-то дарила это ободок симпатичный как идея и простое в исполнении заколочки в виде розочек но мне кажется они будут плохо держаться на голове митинге вот чуть-чуть поживя в канаде в холодном периоде то есть вот митинге это чисто для фотографий то есть с митингами невозможно с митингами невозможно ходить зимой потому что пальцы отмерзают вот как тут показано что она пьет так что она дома сидит с митингами с митингами что-то непонятное дам ну для фоток да прикольно шапка мне неудобно с такими шапками не будут сваливаться с головы надо невидимками прикалывать закалывать шарфик ни о чем потому что он будет мяться то есть для фотографии прикольно но он будет очень сильно мяться потому что это вязаные изделия крахмалить это не удобно она не будет мягкая в общем ну как вот это мне понравилось вот эта идея мне кажется она и как шарфик может согревать и как такое украшение на шею мне показалось очень симпатично если тем более его связать из разных цветов которые сочетаются с друг с другом очень может быть интересный вариант и просто в исполнении мне эта идея понравилась тут тоже это будет все загибаться как приношение то есть это все не не об чем пенал вязаные это вообще конечно что-то не знаю странное по мне фотографии окей чехол для телефонов и для айпада тоже очень странно вот эти все вязаные пробовала в свое время давным-давно этим заниматься как-то это мне показалось и не сохраняет не телефон не ipad и ну в общем время которое это берет тоже не актуально рюкзачок вязаные это вообще то есть одна из первых моих работ которые я вязала это был вязаный рюкзачок тоже то есть когда он видите тут набит он чем-то туда что-то положили чтобы он имел форму потому что конечно вязаные изделия она тяжелая не имеет форму тоже я поняла что вязаные рюкзаки сумки это все не по мне а тем более навязанных бретельках навязанных этих бретельки в общем тоже это не будет держаться это все будет растягиваться это все ерунда для фотографии окей тоже очень тяжелые будут сумки да очень тяжелые будут вот в общем вязаные сумки и рюкзаки для меня навсегда по моему я с ними попрощалась с этой идеей потому что уже пробовала ну в общем то и все тут техника вязания тоже книжка не совсем подробно и вообще не подробно тут нет ни одной схемы я считал вот такие вещи надо со схемами показывать но нету схему ну в общем книжечки на троечку но идеи и фотографии как вдохновение в принципе на пятерочку потому действительно красивой фотографии достойный ну в общем то и все всем хорошего творческого дня пока пока